итак друзья привет всем кто смотрит это видео сейчас я попробую быстренько рассказать свое мнение в аппарате дуги с 68 pro распаковка этого аппарата уже была на канале где-то там вот сейчас сплывет ссылочка хочу рассказать о нем сразу скажу не в идеально хороших красках ну тут уж тут уж извините потому что пара косячков то есть один из косячков я сейчас сразу же вам покажу я думаю вы заметите к чему это я ну а второе расскажу он такой не то чтобы совсем косяк он программная особенность то есть если мы открываем вот эту звонилку мы видим что все хорошо красиво как я привык если мы откроем его собственную звонилку то вот как мы видим его родную звонилку то есть тут есть контакты есть ну вот как то и все то есть фавориты мы выходим вот таким вот образом и они у нас в виде клеточек ну то есть как-то непонятно непривычно я не смог с этим жить и поэтому видите я заменил звонилку то есть этот минус легко решаем и телефон становится такой как вы хотите просто заменив звонилку если кому интересно что за программа вот simpler дайлер взят прямо с маркета не платил ничего не взламывал ниоткуда с левых мест не качал просто с маркета и все работает ну и сразу чтобы уже добить второй косяк вы видите да sim карт нету сейчас мы как раз попробуем симки установить то есть мы пытаемся ногтем у нас ничего не выходит мы пытаемся типичной скрепочкой которая у всех есть у у нас у меня извините опять нихрена не выходит раздолбана уже вся эта щель но симку мне блин не достать берем жесткий метод ножик вот ножиком это сделать уже возможно то есть комплекте к этому устройству нужно давать ножик так что вот так вот у нас это дело все достается ну и теперь мы в него ставим симки и и продолжим рассказывать во первых показываю что вытаскивать симку нужно аккуратно четко сюда если не дай бог тащишь за это место то лоток упирается в дальний край рамочки алюминиевой и хрена лысого он оттуда вылезает далее вставляем симки тем лоток тут пластиковый но с железными уголками как тоненькая жестяночка залита пластину для увеличения толщины без увеличения количества железа металла так теперь пихаем обратно и продолжим наш рассказ так далее с приемом в процессе использования я никаких глобальных минусов не обнаружил но правда и охренительных плюсов тоже то есть прием просто стандартный работа со всеми какими только возможно приложениями логично и понятно единственными не понятно что вот этой кнопкой мы можем запускать фонарик длительным удержанием но я его правда выключил потому что меня это выбешивала но также вот мы выбрали фонарик а убрать его мы не можем то есть тут нету ничего не выбирать тут что-нибудь да нужно выбрать обязательно поэтому видели единственный вариант просто выключить то есть оставить функцию включенной но не выбрать ни один пункт нельзя может быть это и логично но для меня непривычно так вот если у нас выбран фонарик мы нажимаем и держим нормальный человек ждет что загорится фонарик а вот она вам вот он и после этого нужно его еще включить то есть соответственно при втором нажатии ничего не происходит может быть это опять же потому что лаунчер заменен я не знаю но с родным лаунчером я жить не смог это не косяк это у меня всегда так антипатия ко всем встроенным лаунчером тут уж извините приложение по умолчанию главное приложение лаунчер вернем стандартный лаунчер покажем вам во первых как он выглядит и проверим что ж тебе все равно так что лаунчера ничего не зависит включается так выключается так и все далее стандартном лаунчере все приложения раскиданы на рабочем столе приложение все мои съелись google play работает нормально ни на что не ругается где вот то есть соответственно устройство сертифицировано из play market все программы качаются опять же без вопросов игра тест на канале или было или будет или есть я не помню так далее прикалывает что у него красиво оформлена нижняя панелька функционала никакого дополнительного она не несет но она красиво оформлена так есть у нас в наличии полный тест памяти то есть он рассказывает сколько всего сколько свободно сколько какие приложения занимают значит вот вам минус еще батареечка опять же скрытничает но это на многих 9 дроидах от разных производителей но кстати не на всех можно включить отображение уровня заряда батареи но сразу замечу видите да точечку это означает что здесь не все ярлыки влезли в шторку соответственно если мы включим заряд батареи то и здесь тоже скоро появится точечка потому что сюда тоже появляются некоторые появляются слева некоторые справа и когда их перебор и там и там появляются точки но есть вот такой вариант сейчас мы его активе и чтобы все все элементы в шторке сразу видите что у меня тут не влезала и сразу понятно что если убрать вот это вот то слева . вы пропала сразу видно заряд батареи слева поэтому справа он меня был выключен потому что у меня стоит программа акубат 3 и она умеет показывать заряд батареи поэтому справа мне не нужен мне его хватает слева как вы видите никаких настроек оттенков скажем так цветов не наблюдается в стандартных настройках экрана есть настройки режима сос есть жесты скриншот тремя пальцами после чего у вас из пяти как сказать с пяти касаний экран перестанет обслуживать 5 начнет только 3 причем подглючивать если убрать скриншот тремя пальцами то 5 касаний все идеально и вот такие вот дополнительные движения которые вам пролистал они даже не приведены потому что я так понимаю мало кто ими пользуется и я думаю вы их уже видели далее все что обычно есть в android 9 все тут в наличии это дополнение 4 кнопка в панели включается и выключается и можно развернуть у нас назад будет слева или справа так есть цифровое благополучие то есть если вы хотите управлять аппаратом ребенка можно подключить у себя и у него эту функцию и ей пользоваться есть дура спит то есть приложение распределяющие нагрузку на процессор между используемыми или запущенными процессами и приложениями но кстати как ни странно чтобы нормально приложение работали фоне получали все уведомления этого недостаточно вам нужно помимо этого найти диспетчер приложение такое и его тоже соответственно настроить и ищем диспетчер задач и вот здесь есть первое boosted speed и так далее это менеджер очистки здесь нужно замочек закрыть на тех программах которые вам нужны для того чтобы работали беспрерывно не выключаясь где замочек открыт они будут выгружаться из памяти далее вот авто старт здесь галочками но переключательные пометить те же приложение которое вам нужно опять же чтобы всегда работали и при перезагрузке они еще и будут запускаться то есть вот этот два пункта которые обязательно пометить и третье добавить их в дура спит только после этого приложения начинают работать и тут же можно и заморозить какие-либо приложения но это уже далее при разговоре слышно меня офигенно я слышу тоже офигенно при связи с bluetooth гарнитурами никаких разрывов сбоев не существовало ни разу bluetooth 42 проверено наконец-то я хоть местами понял как некоторые версии bluetooth хотя бы отличать так по поводу камер ставил сторонние камеры как вы видите поддерживается ручная фокусировка что радует поддерживается также автоматическая перебирал целую кучу камер но вам скажу честно никакой разницы не нашел то есть они все работают никаких косяков нет все что нужно все есть можно даже хитрые режимы включать сейчас где тут ну короче ладно короче все что обычно я добивался от камер дорогих смартфонах тут в принципе работает но есть одно но вот она на экране смотрится просто шикарно да вот я что-то сходка участника часики до вот сейчас покажу вот выглядит просто офигенно с одним исключением на компе это если раскроете мы увидим что разрешение явно интерполированы то есть камера здесь не настолько круто как хочется но многим точнее даже скажем так большинству людей это больше чем достаточно потому что эта камера выдает на экране офигенно большинство людей камерами в телефоне пользуются именно как камерами в телефоне то есть фотографии из телефонов у них в лучшем случае уходит в инстаграму для них камера просто шикарно когда я шел по улице и снимал видео по приколу так что у нас такое вот кстати фронталка тоже вот покажу да то есть вроде бы все зашибись но если наехать еще больше мы видим что там все мазня и это все как будто придумано телефоном для того чтобы выглядело красиво то есть какая-то офигенная постобработка которая просто офигенно красиво все делает а толку от этого я не знаю много ли сейчас попробую найти примеры эти вот на телефоне все выглядит здорово как он этого добивается я не знаю после этого я к видео пришью само собой примеры фото и видео вот эти самые и вы сравните насколько это хуже когда смотрите на компьютере поэтому эти фото и видео и так далее должны видим оставаться внутри телефона или загружать куда-то но его собственными средствами потому что он как-то их обрабатывает на нем собака они намного красивее чем реальной жизни вот это кстати необычности этой камеры которая забыл указать сейчас расскажу вернемся камере здесь есть широкоугольный объектив но если вы вот здесь например поковырялись то у нас пропадает широкоугольный появляется таймлапс видите на пунктик то есть когда мы ковыряемся среди настроек мы видим боке размытие видео фото ретушь ну красота по-другому и в данный момент тайлапс и думаем куда у нас делось что-либо кстати настройки его даже есть круто таймлапс честно скажу даже не пользовался так вот чтобы появилась широкоугольная камера нужно ее настроить вот и только после этого у нас появится широкоуголка сравните разницу вот широкоугольная камера да а вот обычная камера разница я думаю на лицо прием как вы видите отличный на обеих симках по работе с аккумулятором в моем режиме максимум два дня и то если сильно не напрягать если я напрягаю по полной то на второй день уже немножко не хватает видимо сказывается то что банка 6 все-таки они 9 поэтому грубо полтора дня если человек пользуется телефоном как звонилкой и с одной сим-картой то наверное неделя потому что когда я оставил с одной симкой не пользовался за сутки он у меня съел по 5 процентов так что по 70 он конечно радует так штатные инструменты от производителя компас точно само собой не идеальная плюс-минус там 30 градусов проверял то есть малеха бздит но в сторону севера направление чаще всего показывает в общем как всегда обычный магнитометр не супер дорогой поэтому и качество такое так шумомер по-русски говоря диктофон с наворотами в другой программе это просто называется диктофон и там тоже уровень показывается уровень это датчик положения в пространстве причем точность средненькая но чем мы хотим аппарат недорогой а ее перни бабать транспортир хос поди я с отвесом спутал вот тогда транспортир этому просто углы меряем все понятно ответство где у нас а вот отвес хос подито что надо было спутать отвес в эту сторону просит но ответ как вы видите работает ладно короче она есть она работает насколько качественно это уже другой вопрос никто никогда не будет строить дом по телефону я надеюсь если будет то уж извините это явно не ко мне далее шторка многим интересно как выглядит вот она в шторке есть редактирование есть переключение модулей на все прямые шторки то есть мы нажимаем она все включается еще раз нажимаем она все выключается в шторке все значки обозначены пузырями значит включена пузыря не значит выключена так система у нас на борту установлена если кто не понял android 9 программа и прошивка 1 прилетала после распаковки больше не знаю не проверял сейчас на психовать начнет как только мой интернет увидит куча народа что-нибудь допишет но первым делом полез проверить обновление нет говорит вы пользуетесь последней версии так что все хорошо вот кстати необычность под шторкой видно то что под ней находится то есть шторка она местами прозрачная и это малеха выбешивает то есть иногда я пытаюсь нажать на ту кнопку которая нарисована сзади видите да то есть желание вот сюда нажать ничего не произойдет потому что нажимать надо вот сюда то есть вот так вот красиво да красиво юзабельно но видимо когда привыкнешь до поначалу непривычно далее мое мнение об экране за счет вот этой руки они по идее смогли сюда вписать все датчики датчики не не располагаются над экраном но хорошо ли это это вопрос решать каждому самому кому-то нравится когда есть челка кому-то нет мне честно признаюсь не нравится расположение органов управления очень удобно и вот эти кнопочки все до лоток не мешает но вот под палец тоже это каждый себе решает сам неудобнее когда сканер здесь но многие говорят иди ты лесом нам удобнее здесь поэтому спорить не буду специально для вас сделана эта модель у нее сканер именно сзади и он в принципе на ощупь отличается от камеры потому что камера выпуклая он как бы вогнутый поэтому в принципе привыкаешь и легко ищешь скажу сразу когда неделю проходил с этим аппаратом потом перешел на аппарат со сканером здесь я экстренно его искал здесь всегда не мог понять почему его там нет то есть привыкаешь легко далее хочу проверить сколько он весит но как мы видим весит он 300 грамм не зря там батарейка большая уйди так про игры и приложения уже говорил что затупов нету сбоев нет то есть прошивка в принципе стабильно но за исключением того что я обозначил в начале то есть парочка маленьких косичков все-таки наблюдается один программный один физический с физическим и заново откроем на всякий случай теперь рассказываю суеверия или правда это или нет я не знаю это мы сейчас и проверим люди все говорят что аппарат протекает в воде я предполагаю что это из-за того что люди неправильно закрывают шторку не проследив что там гадость какая-нибудь попала но сейчас мы в этом убедимся если я не прав я потеряю телефон если я прав значит просто люди следите внимательнее за тем как вы все закрываете у этого телефона напоминаю две как сказать зоны под вопросом где возможно протечка это порт внизу тайп си который я еще кстати забыл показать обыкновенный провод туда подходит не удлиненный а вторая зона это вот это вот лоточек который в принципе тоже снабжен герметическими герметичными или дающими герметичные скажем так прокладками которые садятся в паз но если вот например закрыть вот так то он протечет стопудов то есть эту штуку надо закрывать намного глубже что я сейчас сделаю вот таким вот утюжным движением скажем так заглаживающим и ощутите разницу как он вошел теперь и вот в таком режиме если он протечет ну значит протечет значит я потеряю устройство пробуем сделать во первых нет ли тут ночной камеры которые уже привык у других смартфонов посмотрим а потом попробуем его утопить с включенной камерой получится ли или нет я не знаю экономия обратная точки доступа рекорд видео мануал камера open камера рекорд видео нифига ну значит сначала проверим штатную камеру как она на воду сейчас пора передвигать объективчик почти она на экран не реагирует никак неужели на только засвет появился и все ладно ни пуха ни пера тогда попробуем со штатная то если что в open камере есть подводный режим пробуем ее опустить так мы поснимали руку чтоб не зря камера была а теперь проверяем проще вырубится ли она вообще и что будет с телефоном так опускаем ну что пока пузырики не идут это уже хорошо значит аппарат воду пока держит надо немножко им там поерзать как некоторые говорят типа сама по себе то и не пойдет промокание ну а дальше продолжу пользоваться этим аппаратом было удобнее даже тогда когда я платил потому что он в отличие от многих предыдущих моделей или этой компании и некоторых других моделей которые например года два до в отличие от этих моделей эта модель платит через nfc google pay и так далее без вопросов с расстояния не поверите вот такого то есть больше пяти сантиметров то есть я вот только еще подношу он уже оплачивает но в принципе многие телефоны на процессоре по 70 этим грешат то есть оплатой на большом расстоянии поэтому тут видимо просто всеобщий плюс возможно это примочка по 70 возможно все догадались дружно как делать чтобы аппарат брал с большого расстояния я не знаю но суть в том что по когда вы разблокировали поднесли еще на расстояние 5 см он уже готов связаться с терминалом и все оплачивает после того как я перестал использовать этот аппарат и перелез на другой я заметил что мне стало не хватать сканера на спине но в принципе привык быстро то есть опять же плюс или минус каждый решается по приему никаких минусов не возникало по связи ну скажем так скорости интернет-соединение я по мобильной сети тоже никакой вай-фай сеть 5 гигагерц даже лучше многих почему-то она у меня свободно берет на кухне то есть максимально далеко от роутера напоминая 5 гигагерц обычно меньше простреливает а этот свободно берет 5 гигагерц и вопросов не возникает то есть тут вроде как плюс gsm связь как я уже сказал просто как у всех то есть лучше многих айфонов но хуже некоторых звонилок кнопочных например nokia 3310 многие приписывают что она офигенно ловит где угодно вот этого я не знаю честно скажу потому что я уже не помню ну и как бы я не могу понять как можно проверить по памяти как ловила когда то есть сравнивая с тем как ловит сейчас по моему это просто бред сивы кобылы далее камера я уже говорил что я был просто в восторге поначалу пока это все не слил на компьютер думал что они превзошли всех моих других поставщиков скажем так со всеми телефонами защищенными которые меня были он нет он у себя показывает просто шикарно а на компе все-таки есть другие телефоны которые снимают немножко получше но видимо сделано правильно телефон в руках на руках ты смотришь все зашибись этого многим достаточно как я уже и говорил кнопки чуть-чуть люфтят из-за этого если сильно трясти получается небольшая погремушка но опять же если вам настолько это присралось извините за грубость можно открутить накладки на кнопочку изнутри приклеить тоненький кусочек скотча и этот дребезг уйдет но тогда будет кнопки легче нажиматься мне кажется это дребезг делается неспроста чтобы кнопки не при каждом случайном нажатии срабатывали по экрану претензий не имею яркость минимальная да чуть ярковато но так у всех почти максимальная достаточно для нормального использования на солнце даже при ярком солнце то есть все в рамках тех ценовых сегментов которым он относится короче мое мнение аппарат must have если вы не часто вынимаете симки то этот минус для вас не считается один раз отмучились и все это специфика моей работы то что мне надо постоянно выдергивать поэтому для меня это минус так если вы не привыкли к приложению лука в котором есть картиночки раскиданные с лицами ваших знакомых то тогда и это вам не минус потому что какой проблем не возникает в основном звонилка работает а да почему я саботирую всех все-таки использовать обычную звонилку а не стороннюю потому что на сторонней звонилке у меня стал плохо срабатывать датчик приближения видимо система не всегда дает приложению доступ к этому датчику и всем она видимо каким-то образом у них там не договоренность существует между приложениями производитель может быть это дело и исправит а может быть и нет кто уж тут знает как увидите экран все-таки в воде отзывается то есть пытается что-то понажимать поэтому подводная камера была бы тоже в тему но у этого производителя и нету поэтому вопросов не имею теперь мы проверим аппарат на то как он работает с мокрым экраном по моему как-то не очень работает ну как стоп назад да нет работает принципе просто мне так видимо в камере показалось потому что я не знал что там нажимать а так вот пожалуйста скорректировать освещенность можно уже постфактум опа оригинал прикольно вот поэтому и все прибамбасы почему на экране все выглядит намного лучше как вы видите он пост обработку делает вообще онлайн сразу поэтому он и делается очень красивым но в реальной жизни смотришь на компе и такой красоты не наблюдается ну что я вам скажу пока аппарат воду выдержал его надо вы час просто вытереть сейчас наверно поставлю видео на паузу схожу за полотенчиком и посмотрим что будет дальше полотенце принес сейчас мы это все дело проверим если аппарат живой то тогда будет это гарантированно означает то что лоточек нужно закрывать правильно точнее говоря и лоток и заглушку потому что у меня пока вроде не протекло но я сразу скажу на большую глубину я его и не собирался опускать поскольку я не верю в то что аппарат за 200 баксов может быть рассчитан на плавание с аквалангом и кстати вот так вот надо воду выпряхивать если кто не в теме из динамиков тогда он быстрее высохнет а мокрый динамик плохо звучит поэтому чтобы он звучал хорошо нужно его высушить кстати два отверстия есть значит уже можно так постучать все аппарат вытер теперь открываем сим лоток и смотрим что у нас там с водичкой по периметру водичка точно есть то есть теперь меня закрывать уже нельзя а внутри все сухо если вы обратите внимание вот там вот в глубине никакой воды не наблюдается вода только по периметру ты все рамочки а железячка вот лоток выдвижной и дно этой камеры они сухие камера только в том месте где происходило уплотнение ой господи вода только в том месте где было уплотнение сейчас проверим и здесь здесь то же самое поэтому моих глазах аппарат реабилитирован не надо говорить что он воду пропускает постоянно легко и просто вот отсюда она брызнула когда я щелкнул с места уплотнения вокруг прокладки вода конечно выпала так и должно быть поэтому аппарат по моему все-таки зачетный значит я все-таки оставлю его в использовании раз он выжил ну и теперь проверим насколько быстро сохнет динамик тот самый медийный и таким образом насколько сильно долго мы будем ждать когда мы поплаваем чтобы звук вернулся и так это сверху что или он тихий все таки стал в общем до промок так да мокрый мокрый и тихий а да кстати совсем забыл сказать мое мнение о динамике динамик вот этот медийный не супер громкий просто среднячок и если включать усилитель звука то звук становится нифига не качественный поэтому видимо вот она та часть на чем сэкономили ребята в этом телефоне то есть динамики тут посредственные для звонков их достаточно высокими давить умеют а басов в этом не ждите но как бы никто и не заявлял что это мультимедиа устройство способно играть как колонка значит аппарат не быстро скидывает воду значит мы будем ждать пока динамика высохнет обычно это полчаса здесь не знаю если что если будет слишком что-то необычное текстом до видео под видео допишу ждать с видео и так слишком долго видео идет я не собираюсь короче стоит ли брать этот аппарат если вы будете им пользоваться как обычный человек то есть не как я который симки меняет постоянно один раз вставили и забыли то есть тогда в принципе стоит если вы можете привыкнуть к обычной звонилке то соответственно и эту ставить не надо вот я сейчас например удалю и поставлю сюда опять штатную и вот так все должно просто у вас выглядеть но нужно привыкать будет что контакты у вас вот так избранный это как первый пункт то есть отдельный третий пункт вот в это вот сверху не пой верхней менюшки не наблюдается нападение я я его не проверял но как вы видите экран имеет бортики по периметру поэтому теоретически что тут проверять то то есть он даже вот такое плоское падение но на плоскую поверхность выдержать должен легко ничего произойти с ним не должно потому что ребята это проверяли а вот будет ли он держать падение я на камни конечно же не будет потому что стекло огромное оно больше чем экрана но с заступами со всех сторон поэтому разбить его явно можно будет ли царапаться задняя камера но на мой взгляд будет если кому интересны параметры по антуту сейчас я их быстренько ой по иди извиняюсь я сейчас быстренько покажу вот доказательства что у нас по 70 частоты до 200 вот параметры про банку хотя я насчитал 6 он говорит 6 300 ладно спорить не буду так отображение по моему вот 2 280 на 1080 ну и где у нас камеры вот у нас камеры он видит якобы всего 2 до ведь на самом деле камер больше и вы это знаете поэтому можно ли верить этой программе я сомневаюсь ладно люди обычно просят поэтому показываю также антутушка вот сколько очков она набрала это с симками с максимальным количеством программ и так далее так что если кому было интересно то это для вас на этой ноте мы с вами завершаем разговор я думаю что аппарат получился в принципе зачетный но с небольшими косячками которые неплохо бы было бы исправить ну и камера конечно же не его главная фишка также как и медийный динамик то есть снимает для туристического телефона нормально вопросов не имею но хвастаться что у него супер-пупер навороченная камера он тоже не может широкоугольник есть но широкоугольник умеющий делать только фотки и без автофокуса обычная камера имеет автофокус но как я уже показывал при распаковке немножечко какой-то туговатый то есть ой какой нафиг боке если мы нажали на что-то то нам непонятно получился автофокус или нет то есть картинка не меняется вот поймал он фокус не поймал фокус это можно только на глаз оценивать поэтому небольшие косяки программные пока еще в наличии но если ребята их подправить все будет очень здорово и напоминаю еще раз широкоугольник без автофокуса и не снимающие видео вот теперь точно всем пока спасибо за просмотр это было видео на канале латуха показывает о телефоне дуги с 68 pro если следующее видео хотите увидеть об этом аппарате они будут на втором канале на основном канале это последнее видео про этот аппарат всем пока у нас записи основной камеры дуги с 68 вечер фигура освещенность работают фонари частота кадров просела но разрешение терпима посмотрим стабилизацию ну по моему слабовато конечно но если остановиться в общем видео пишут вечерочком на мой взгляд достойно а а а а а а а